Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по улицам 8 Марта, Комсомольское и Российское от Айской до Уфимского шоссе было затруднено в течение 1 часа 50 минут. Напомню, что длина самой крупной пробки в городе за минувшую неделю составила 5 километров 800 метров. Затор был зарегистрирован вечером на Бирском тракте на участке от моста над железной дорогой до железнодорожного переезда. Об этом сообщает сайт Уфа Тайм. Ежедневно в Башкирии из-за грязных номеров штрафуют около 400 водителей. Об этом в своем блоге рассказал начальник УГИБДД МВД по республике Башкортостан Динар Гельмудинов. При этом, по его словам, регистрационный номер пачкать специально не имеет смысла. Современному оборудованию фото и видеофиксации не заставляет труда идентифицировать буквы и цифры госномера. Подтверждением служит тот факт, что каждый день в республике 3000 водителей получают уведомления о нарушениях, зафиксированных камерами. В Уфе нашли водителя подозреваемого в наезде на пешехода со смертельным исходом. 22 января в 2 часа 25 минут в городе Уфе на улице Зорге 34 неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, допустил переезд, находящийся на правильной части мужчины, после чего с места ДТП скрылся. 26 января указанная автомашина была установлена, водитель был задержан. Им оказался 19-летний житель города Уфы, который проживал неподалеку от места происшествия. Автомашина подверглась ремонту, был заменен передний бампер. В ходе проведения следственных действий, факт замены переднего бампера и ремонта автомашины был установлен. В отношении водителя составлен административный материал за оставление места ДТП. Мировым судом в отношении его принято административное наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. За совершение данного ДТП оценку действия водителя будут давать следственные органы. Выяснились подробности аварии, которая произошла 27 января в микрорайоне Сипаилова. Водитель за рулем Деунексия, следуя со стороны улицы Академика Королева, поворачивая налево, совершил столкновение с автомашиной Лада Калина, которая следовала во встречном направлении. От удара Калина совершила столкновение с автобусом ГАЗ, где находились 7 человек. В результате аварии пострадали 6 человек. Водителя Лады госпитализировали, а 5 пассажиров автобуса были направлены в больницу. Всего же за минувшие сутки на территории Уфы произошло 120 ДТП. В двух авариях пострадали 8 человек, погибших нет. Отдел ГИБДД Управление МВД России по городу Уфе призывает всех водителей учитывать неблагоприятные погодные и дорожные условия и быть предельно внимательными на дороге.